Рецепт номер один. При простуде. Берем сок редиса и соединяем его с несколькими каплями лукового сока и небольшим количеством меда. Можно все эти продукты взять в одинаковых количествах. Перемешиваем лечебное средство и принимаем по одной столовой ложке за полчаса до еды. Интересно, что в восточной медицине сок овоща с добавлением черной соли используется в качестве натурального жаропонижающего средства. Сок редиса применяется при ангине. Для этого возьмите 50 мл свежеотжатого сока редиса и смешайте со 100 мл воды. Принимайте по 50-100 мл после еды или используйте средство для полоскания горлом. Через 3 дня такого лечения боль и першение в горле прекращаются. Используется сок редиса и при авитаминозе. Возьмите 100 мл сока редиса и 50 мл сока моркови. Перемешайте и принимайте полученную смесь по 150 мл один раз в день. Редис обладает мочегонным действием и нередко используется для избавления от камней в желчном пузыре и почках, а также для профилактики желчнокаменной и почечно-каменной болезни. Приготовьте напиток с помощью миксера из двух измельченных редисок со 100 граммами красного вина. Это целебное снадобье также необходимо принимать два раза в день при затруднении мочеиспускания. При радикулите натрите редис на мелкой терке. Затем ровным слоем распределите его по марле или специальной салфетке и наложите марлевой стороной на больное место. Накройте компрессионной бумагой и полотенцем. Держите, пока не пройдет ощущение жжения. При желчнокаменной болезни возьмите сок редиса и красной свеклы, смешайте в соотношении один к одному и пейте небольшими порциями в течение дня. Начинать лучше с одной чайной ложки сока, так как средство очень сильное. Для лечения лейкодермы или дисхромии кожи в народной медицине используют семена редиса. Их вымачивают в уксусе или имбирном соке, а полученный состав регулярно наносят на пятна кожи. При головной боли, мигрени, натрите виски и переносицу свежевыжатым соком редиса. Друзья, чрезмерное употребление молочных и крахмалосодержащих продуктов, сахара, хлеба и круп приводит к накоплению слизи в организме, что вызывает различные заболевания, например, свищи, обычно удаляемые хирургическим путем. Использование сокотерапии по описанной ниже схеме зачастую позволяет избежать оперативного вмешательства. Полезные свойства редиса и его сока особенно эффективны при приеме в комплексе с соком хрена. Схема очищения от слизи следующая. Сначала принимайте сок хрена, который можно все-таки развести другим соком или водой, а спустя час пьете редисово-морковный сок, который удалит из организма слизь, растворенную соком хрена, успокоит и восстановит слизистую. Из-за сильного действия редисочный сок не принимает в неразбавленном виде. Напиток может вызвать боль в желудке и раздражение слизистой болочки рта. Поэтому сок разбавляет водой в соотношении один к одному. Кроме того, не стоит принимать кисломолочные напитки в течение двух часов до и после соколечения. При бронхиальной астме в полстакана сока добавляют одну ложку жидкого меда. Перемешивают. Пьют по 20 мл трижды в день до улучшения состояния, то есть до прекращения приступов астмы. При нарушениях мочеиспускания берут 30 мл сока редиса. Смешивают с 50 мл натурального красного вина и 20 мл воды. Дважды в день выпивает это средство во время еды. Курс такого лечения 10 дней. Этот рецепт подходит также для избавления от песка в почках и для нормализации работы желчного пузыря. Анемия. Для терапии малокровия проводят лечение смесью соков. Берут 50 мл сока редиса, столько же сока свеклы и столько же, то есть 50 мл сока моркови. Выливают в глиняный горшок, закрывают его и томят напиток в духовке 3 часа на малой температуре. Принимают по ложке 4 раза в день. Продолжение следует...